Атестат сейчас как в школу закончила. Кире всего лишь 14 и она только что закончила 7 класс, но уже знает, что такое не ночевать дома. Недавно девочка пропала на 2 недели, искали ее вместе с полицией. Общаешься, круг общения с кем на данный момент? С девочками. Там друг есть один, два. У Киры нормальная непьющая семья. По мнению мамы, у дочери нет повода, чтобы сбегать. Но школьница утверждает, что дома к ней постоянно придираются. Не помою посуду, не сделаю что-то. Ссора происходит, бывает на пустом месте. Но на пустом месте редко такое получается. Из-за эпидемии школьники 4 месяц сидят дома. Нет ни занятий, ни секции. Взрослые и те в период самоизоляции переживают повышенную конфликтность. Что уж говорить о подростках. Есть конфликты, но не до такой же степени, чтобы уходить на такое время. Я думаю, что ее надо просто чем-то завлечь, чтобы вот тот же, если вот спорт открытия, секцию эту, чтобы она была чем-то занята. Потому что она в безделье уже вот это вот ходит по этому городу. Что ты ходишь? Ну и где ты домой? Нет, домой нет. За эту неделю полиция проверила полтораста мест, где собираются подростки. Десять родителей получили штрафы за неисполнение своих обязанностей. И еще пять юганских семей поставили на учет. Попасть в список неблагонадежных мам и пап легко. Достаточно, чтобы вашего ребенка несколько раз увидели на улице в ночное время. Вообще беседы с детьми, с несовершеннолетними и с родителями происходят постоянно, на регулярной основе. В том числе и в летний период это особенно усиливается. Но здесь конкретно это мероприятие нацелено на профилактику преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, ну и самими, естественно, несовершеннолетними, а также вообще полностью на права ребенка. Попутно детям объясняют, как правильно хранить велосипеды, чтобы их не угнали. Ежегодно в Нефтьюганске пропадает несколько десятков единиц двухколесного транспорта. И пик этих краж выпадает на лето. Вы где их храните? Где вы после прогулки? Куда вы заносите их? Я возле этого двора салю. Заносить только домой? Потому что участились окражи у нас? Хотя в прогулках себе практически никто не отказывает, ребята считают, что каникулы проходят не так весело, как обычно. Нет лагерей и увлекательных поездок. Часто приходится сидеть дома. В последнее время из-за карантина приходится дома сидеть. А так-то, ну хоть возле дома выходим поиграть в футбол, подышать свежим воздухом. Родители заставляют читать там? Да. На летний каникул задали там, сколько там, 10 стихотворений выучить, еще там что-то. Сколько ты уже выучил? Ноль. Ну какие-то книги читал уже? Ну, да, Барсучий нос прочитал недавно. Второй этап профилактического мероприятия подросток запланирован на конец лета. Инна Нобикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания, Юганск.